Медиагруппа «Авангард» представляет Доклад называется, вернее, связан и назван по наименованию закона о внесении изменений, как справедливо заметил Министерство цифрового развития, нет такого закона, внимательно слежу за текстами, нет такого закона о внесении изменений в федеральный закон об электронной подписи, а есть такой закон, который называется вот так, плюс еще продолжение текста. Как видите, там троеточие, то есть речь идет о том, что закон должен быть назван правильно. Значит, почему обозначен именно он? Ну, прежде всего, потому что именно этот законодательный акт является концентрированным выражением всех тех новаций, которые представлены в отношении правового законодательного регулирования электронной подписи. Речь идет не только о том, что законодательство должно, значит, осуществлять правовое регулирование, но и о том, что закон, и уже на первой стесе об этом говорилось, может привести к возникновению риска малого, среднего и очень большого риска. Вот среди таких рисков есть риски юридические. Значит, я просто указываю на том, какие могут быть юридические риски, не останавливаясь на них подробно. То есть это и, ну, вы видите, и риск недействительности документа, и риск того, что документы или действия будут также признаны действительным, не приняты в качестве доказательства, возможны убытки, возможен риск несения ответственности, нанесения ущерба и так далее. Ну и в конце обозначен риск, который называется коррупциогеном, о нем мы говорить сегодня не будем, он здесь сделан просто для полноты картины. Какие же могут быть вообще, что может быть связано с рисками при применении федерального закона? Ну, будем уже говорить об обновленном законе об электронной подписи. Значит, их вообще, вот этих проблем применения и, соответственно, рисков достаточно много, сразу оговорюсь, я не буду говорить о деталях, тем более о сопоставлении технологических конструкций с их юридическими последствиями, потому что об этом мы будем говорить целый день, ну, вот, например, применительно к машиночитаемым доверенностям. Значит, начнем, я хочу начать это с той сложности, которая не является, наверное, сугубо юридической. Значит, фактически закон изменяется таким образом, что он исполняет, это метафора, конечно, роль Конституции электронного взаимодействия, мы сейчас все пишем комментарии к Конституции, значит, обновленные, отсюда и такая аналогия. Но при этом, как вам, наверное, не покажется странным, особенно в этой аудитории, об этих нововведениях очень мало знает широкая общественность, которая является правоприменителем. То есть в это, наверное, трудно поверить, и те шекспировские страсти, которые на протяжении нескольких лет бушуют в отношении этих изменений в профессиональной среде, тем не менее они совершенно незаметны на поверхности. Я могу говорить о своих впечатлениях, но вот те самые принципиальные изменения, фактическая реконструкция правового регулирования в этой области, она остается пока, ну вот не боюсь этого слова, неведома. Например, могу сказать о судейском сообществе, в принципе, даже не представляют, что вообще происходит, а на самом деле в ближайшее время и в ближайшие годы им придется рассматривать дела, выносить решения не только с применением электронной подписи, здесь они как-нибудь будут обеспечены консультированием и так далее, но опираясь на ту новую конструкцию, которая, уверяю вас, абсолютно неведома, что происходит. Далее, я тут была, участвовала в деловой программе форума «Армия-2020», причем в сессии, которая была посвящена информатизации. Правда, с сложным таким проблемным вопросом под названием электронное взаимодействие в сфере трансфер технологий, причем трансфер технологий в сфере военно-технического сотрудничества, то есть трансграничной трансфер технологий, опираясь на возможные перспективы. Вы, наверное, знаете и без меня, что в рамках Евразийского союза существует целая программа, написано техническое задание создания системы, контрактации и так далее, и трансфера технологий. Правда, там обозначено, что для военной сферы, сферы, связанные с конфиденциальностью и так далее, должна разрабатываться собственная система. Но, тем не менее, электронное взаимодействие с применением подписи, возможно, и там. Вот я когда стала говорить о том, какие нововведения, включая облачную подпись, элементы совершенно этого, новой идентификации, а вот идентификации, возможно, мне, в общем-то, даже не поверили. Уровень был очень высокий, значит, и сказали, что, может быть, это где-то и есть, но в нашей сфере этого нет и не может быть никогда. То есть, ну, еще раз повторяю, что применительно к, вот, в данном случае, трансферу технологий, а у нас, между прочим, это одна из статей получения прибыли за счет экспорта технологий и остальных вещей в этой области. Так что, в общем-то, вся цепочка этих рисков, ну, пожалуй, исключая коррупциогенность, возможно, и на фоне того, что вот это знание, а это очень большая суть, потому что, говорил Александр Павлович даже, это очень большое новое, в том числе и юридическое знание, обрушится на применителя внезапно, когда это надо будет применять уже непосредственно. Значит, почему это происходит? Ну, на мой взгляд, значит, закон об электронной подписи всегда был законом отрасли, это был закон производителя, если можно так выразиться, закон инфраструктуры, сервисов и так далее, а совсем не той части, которая его применяет. То есть, до них, да, применителей, не связанных с работой инфраструктуры, ну, вот, даже и в данном случае уже и широкого массового пользователя, эти все юридические конструкции, их соблюдение и юридические риски доходят в последний момент. Вот это, как бы, может быть, не строгая юридическая вещь, но, в принципе, абсолютно имеющая место быть. Значит, следующий риск. Риск коллизии, о котором говорилось, не буду громко, это, конечно, поэтапное введение в действие. Значит, всем известно быстро и четко измененная ситуация, когда, значит, удостоверяющая, ну, вот здесь-то отрасль как раз сильно в курсе и применила все меры быстрого реагирования, включая то же самое и сделало министерство. Вот, когда, значит, за счет поэтапного применения было упущено, что, сохраняя статус удостоверяющего центра, тем не менее, выпал сюжет, а может ли он, сохраняя статус удостоверяющего центра и правовой режим сертификата, значит, выпал тот кусок, когда надо ответить на вопрос, а может ли в этот период удостоверяющий центр выдавать сертификаты. Была заминка, которая быстро была исправлена, но, тем не менее, риск законодательных коллизий все равно существовал, хотя был и быстро ликвидирован, кстати, очень, на мой взгляд, правильно. Потому что, когда я первый раз это увидела, я подумала, ну что же, а почему же тогда не урезали статус, если надо было урезать саму функцию, тогда надо было внести изменения в статус. Значит, далее. Что мне хотелось бы сказать, и чего, наверное, больше не прозвучит в этой аудитории за время сессии. Как ни странно, вот закон, разрабатывая технические вещи и действительно усовершенствуя то, что можно назвать в отдаленном приближении юридической значимости электронной подписи на разных конструкциях, в том числе вот облачную подпись и так далее, ну, это опять, это мое личное мнение, закон все меньше, все более слабо юридически связан с электронным документом как таковым. Значит, я считаю, что первое, что надо было бы сделать, но, и тем не менее, на мой взгляд, это все-таки речь о правовом регулировании электронного документа, нежели собственно подписи, надо в конечном счете внятно юридически ответить на вопрос, что у нас применяется по умолчанию. Вот применяется электронный способ взаимодействия, электронный документ с электронной подписью по умолчанию, или у нас по умолчанию применяется документ бумажный, а все остальное требует согласование специального нормативного акта, закона, подзаконного акта, отраслевого законодательства, специального законодательства, как совершенно справедливо, было сегодня замечено, поскольку закон специальный имеет приоритет перед законом общим. Но где-то это надо сделать. Я не говорю, что надо дать широкую дорогу этому приоритету, но все-таки определиться необходимо. Пусть даже путем отсылки, но в конце концов, вот это by default, все-таки что у нас делается by default, как сделано, скажем, в иностранных системах применительно к электронному правосудию, когда считается, что электронный документ имеет приоритет. У нас, кстати, нет, но это хотя бы обозначено. Значит, если этого не происходит, существует колоссальный риск правонарушений. И вот тех самых правонарушений, я помню прошлый год, когда была целая сессия, посвященная вопросу, а что же такое, почему же вот такие ужасные вещи говорят, да, возможно, это еще и инспирировано было, когда, в общем, при помощи такой замечательной совершенно электронной подписи, квалифицированной, и вдруг вот эти страшные, значит, мошенничества и так далее, правонарушения в области недвижимости. Это, конечно, все очень плохо и очень негативно влияет на отрасль, но таким странным и, возможно, инспирированным методом было сделано одно очень важнейшее юридическое решено, а важнейшая юридическая проблема. Была установлена презумпция, так называемая, в этой области, в области, значит, связанной с недвижимостью, но вы все этот вопрос знаете, это, наверное, касается каждого человека, поэтому не буду подробно объяснять, была установлена презумпция, которая говорит на самом деле о приоритете бумажного документа, для того, чтобы электронный документ оборота в этой сфере с подписью был возможен, необходимо произвести юридическое действие, то есть дать согласие. Ну, это одна сфера, но, в принципе, такие презумпции может быть по сферам, может быть в качестве отсылки, должны быть установлены в законодательстве, потому что мы до сих пор, в принципе, не знаем, если вот я, например, волевым порядком, как массовый пользователь, начну общаться с своим, не по тому эксперименту, который связан с трудовыми отношениями, а просто начну общаться по своей инициативе, электронным способом, даже используя квалифицированную электронную подпись. А что, обязан ли мой контрагент это воспринимать? Может ли он отказаться? Или, может быть, он потребует у меня предварительного согласования с ним этих вопросов? Вот этот вопрос надо установить, несмотря на то, что это вопрос электронного документа, но он непосредственно связан с вопросом электронной подписи. Значит, ну и в квалифицированной, как это? И посмотрите, ну вот, причем закон, с точки зрения подписи так таковой, все-таки подпись является его приоритетным предметом, он все более и более жестко относится к возможности или невозможности отказа производить это взаимодействие. Ну вот есть норма введенная о том, что участники электронного взаимодействия не вправе устанавливать иные, значит, за исключением предусмотренным, ограничения признания усиленной квалифицированной электронной подписи и так далее, значит, что нарушение в определенных случаях не допускается. Это все замечательно, но вы скажите, можно ли установить по воле, ну скажем, одного лица этот электронный документ оборот с этой же подписью, вот то, что называется by default. На мой взгляд, это очень сильно важно. Значит, далее. На мой взгляд, все эти риски еще связаны с тем, что юридические конструкции новые, они неизбежны, конечно, но они очень тяжело интегрируются, и это покажет, я думаю, покажет или наоборот развеет, мои сомнения, сессия, связанная с электронной, с машиночитаемой доверенностью, но, в принципе, это не единственная конструкция, которая вводится, вот эта облачная подпись так называемая, но эти новые конструкции очень тяжело интегрируются в традиционное правовое поле. И надо сказать, что интегрируется тяжело, но, наверное, потому, что, и вот, Сашусь, мне очень понравилось замечание Александра Павловича о том, что массовое применение требует вот этой шаблонизации, то есть массовое применение не может, не может, не хочет, может быть, это объективная вещь. Вот в юриспруденции очень многое связано с понятием волеизъявления, свободной воли и так далее. Это свободная воля устанавливается, отсутствие воли может говорить о недействительности каких-то юридических фактов, действий и так далее. А вот массовое применение юридических конструкций, которые проистекают из технологий, как правило, требует, ну, не сама массовая применение, массовый применитель, массовый пользователь, он требует, чтобы ему дали, грубо говоря, образец. И этот образец, естественно, не может быть так пластично ориентирован на волю, которая, воля человека, которая, в общем-то, заложена в Гражданском кодексе. И машиночитаемые доверенности – это только часть того, что вообще можно назвать машиночитаемыми юридическими действиями, интегрируемые в правовую систему в том числе. Я думаю, что вы это знаете и без меня, но, тем не менее, значит, уже были произведены… Изменения-то должны синхронизироваться. Не только сама эта машиночитаемая структура должна точно воспроизводить ГК, и возможно ли это, но и ГК, может, нехорошо так говорить-то, должно прогнуться все-таки под это, по возможности эти машиночитаемые. Это, собственно, и было сделано. Наверное, это вы знаете, но я все-таки укажу, что были признаны изменения. В четвертую часть ГК, значит, в части, касающейся предоставления заявителю, это речь идет о патентовании, возможность прилагать к материалам заявки трехмерные модели. Это трехмерная модель заявляемой интеллектуальной собственности. Для чего? Для того, чтобы использовались алгоритмы распознавания и сопоставления предлагаемых трехмерных моделей, тем, которые уже имеются, это проверка патента и так далее. Вот это классическая машиночитаемая юридическое действие. И ГК удалось в общих чертах согласовать. Как вы понимаете, у этой машиночитаемой конструкции, ведь вопрос не только в том, что она шаблонна и вырабатываются разные предлагаемые модели, но дело в том, что это фактически на грани решения, которое принимает человек, оно принимается машиной. Вот в данном случае с трехмерными моделями 100%, потому что это дает ответ «да» или «нет», есть ли вот эта чистота. То есть отдаем ли мы это классическое юридическое решение, чистое юридическое решение, которое уже отдано на автоматическое, которое становится автоматическим. Не просто автоматизированным человеческим, а автоматическим. Это делает машина. Я в работе столкнулась с документом, у меня он был такой специфический документ «Проект приоритетных предложений по приведению российской нормативно-правовой базы в соответствии с нормами ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития». Сразу скажу, что Россия не член ОСР, но тем не менее этот документ разрабатывается Министерством экономического развития. И в этом документе, который очень большой и много разных предложений, в моем-то видении было все, что связано с так называемой открытой наукой, то есть открытыми предложениями внесения в закон о науке и государственно-научно-технической политике вопроса о том, что научные результаты, которые являются результатами, финансируемыми государствами, то есть сделанные за счет государственного бюджета, должны быть открыты, в том числе и для международного использования. Поэтому все это предлагается в машиночитаемом формате. Вопрос той же самой электронной подписи и много всего остального. То есть мы сейчас машиночитаемый формат будем, наверное, внедрять. И подпись является существенным элементом. Риска очень много, и я думаю, что лучше выработать некий универсальный подход. И последнее, о чем я хочу сказать, это о том, что применить новое конструкцию, вот это вопрос доверенной третьей стороны. Наверное, это дело хорошее с технологической точки зрения, потому что она позволяет вообще повысить защищенность этого документа, оборот, как минимум. Но есть одна интересная вещь, которая связана с электронным документом. Вот существование доверенной третьей стороны во внутреннем пользовании, оно, по крайней мере, так, как сейчас сделано, ничего не меняет в отношении электронного документа. У нас уже все, что сделано для максимального признания электронного документа, есть. Это электронная, как говорится, подпись, которая является квалифицированной. Уже вот и так, электронный документ, подписанный по правилам, электронной квалифицированной электронной подписью, он уже лучше некуда. Он уже является стопроцентным, значит, эквивалентом, он уже должен признаваться во всех правоотношениях. Возникает вопрос, а что еще добавляет, юридически добавляет, электронному документу использование доверенной третьей стороны? Вот, ну, например, для рассмотрения в суде. Я не говорю о том, что она не нужна. Наверное, может быть, это лучшее, что было внедрено. Но закон об электронной подписи, не являясь законом об электронном документе, не говорит о том, а что дальше-то с этим будет. Но вот есть эта конструкция, прекрасная функция индустрии. Возможно, даже индустрия, может быть, и не решалась выполнять эти функции без специального указания закона. А что дальше? Как это будет влиять на электронный документ? Это просто требует продолжения. Точно то же самое в международном аспекте. Понятно, что это легитимизирует международное взаимодействие с использованием квалифицированной электронной подписи. Но как легитимизирует? Значит, я даже не буду это воспроизводить словами. Можно. Нет, оно уже есть. Значит, как это можно? Это называется, если вы хотите это использовать, это должно быть предусмотрено международным договором. Отлично. Как это может быть использовано? Это тоже должно быть предусмотрено международным договором. Замечательно. Если что-то пошло не так, значит, или что-то делается не так, ответственность должна быть предусмотрена международным договором. А если там вообще ничего на эту тему не предусмотрено, это называется «смотри международный договор». Простите, у нас есть приоритет международного права. Где и так написано, что то, что предусмотрено международным договором, является приоритетом по отношению к внутреннему законодательству. То есть конструкция введена, дальше ситуация не разработана. Ну и вопрос международный, который требует особого регулирования. Спасибо. Нина Ивановна, можно небольшой вопрос? Вы сказали, что сейчас законодательство в сфере электронной подписи недостаточно пользователи ориентированное. Я так услышу. Ну да. Не совсем так? Нет, я имела в виду другое, что я вообще этим делом занимаюсь сильно давно и всегда понимаю, что закон об электронной подписи – это закон индустрии, закон разработчика и так далее. Не то, что не ориентированно, оно не инициировано и в первую очередь оно обращено к тем, кто является представителем, ну, производителя, представителем сервисов и так далее. Роль потребителя этой, ну, будем говорить, услуги. В этой сфере минимально потребитель подчиняется закону, который делает производитель. Поэтому он и не участвует, как правило, если не сильно интегрирован в эту систему. Инна Ивановна, небольшой вопрос в связи с этим. Что нужно все-таки конкретно сделать, чтобы законодательство стало более ориентированным на конечного пользователя и чтобы потом, как вы говорите в судах, когда наступит время разбора этих ситуаций, суды были к этому готовы? Ну вот просто перечислите по пунктам, как некие направления с вашей стороны. Вообще-то неплохо бы спрашивать их мнение, но дело в том, что их мнение вообще-то спрашивают. И они нечасто, ну, я думаю, знаете, существует большой даже технологический, что ли, разрыв в знаниях между теми, кто должен пользоваться. Ну, я говорю, Александр Павлович сегодня, кстати, привел пример. Ну, хорошо, это массовый пользователь, человек. Вообще, как вы думаете, как человек, вот, приняв участие в нашей конференции, как он вообще может повлиять, с какими глазами он выйдет, даже после первой сессии? Несмотря на то, что тот же доклад Александра Павловича был обращен непосредственно к нему. То есть учиться, учиться и учиться. И то же самое возьмем какой-нибудь индивидуальный предприниматель. Это тоже, хотя вся боль вот этого очень сложного момента была обращена к защите его интересов. Он что-нибудь понял? Он что-нибудь понимает, как он может себя защитить? Это очень сложный вопрос. Это вообще вопрос цифрового разрыва, так называемого. Вот, хотя вот это самое лучшее, что вроде в центре этого внимания был, даже не боюсь этого слова, простой человек. Ну, понял ли простой человек, что он в центре внимания этого сложного вопроса? То есть это надо, ну, я считаю, что надо пока работать, может быть, с крупными системами. Хотя массовый потребитель вот на… И то, что я говорю, это относится тоже к нему. Спасибо. Спасибо. Нина Ивановна, я все-таки хочу один вопрос в развитии предыдущего вопроса задать. Вы упомянули в своем докладе риски, которые несет в себе электронное взаимодействие и применение электронной подписи. И вот если смотреть в сторону применимости и повернуть законодательство лицом в сторону пользователя, как с точки зрения разработки нормативных актов можно было бы увязать требования к электронной подписи, в том числе к применению квитанции ДТС, с рисками? Какими документами… Но вы имеете в виду пользователя все-таки не физика? Неважно, пользователь, физик… Нет, понимаете, в чем дело. Во-первых, у нас вот еще один вопрос риска. Это очень технологически ориентированное законодательство, соответственно, очень большая система подзаконных актов. Подзаконные акты – это подзаконный нормативно-правовой акт, который издается правительством. Вообще-то субъект, человек, не является объектом регулирования правительством Российской Федерации. То есть мы все самое регулирование, просто даже по структуре регулирования, мы уводим от человека. Единственное, что можно сделать, это законы, связанные с человеком, ну как бы ориентировать, фокус этих законов в эту сторону направить. Но мы направляем всю нашу юридическую активность на, ну как минимум, в основном, кстати, опять же на индустрию, в широком смысле. И единственное, что, ну вот защита там, ну ГК в принципе, но это малая часть этого. А ДТС, ДТС надо просто эту конструкцию разработать применительно к документу. Она еще недостаточно хороша не только для массового применения. Надо вообще понять ее место и роль в документе, пока она не определена. Я говорю, вот третья доверенная сторона. У нас все законодательство построено на том, об электронной подписи, что третья доверенная сторона вообще-то уже есть. Это удостоверяющий центр, это классическая доверенная сторона, которая, значит, не является участником. И тем не менее ей доверяют участники, потому что она выполняет требования, потому что законы, подзаконных актов и так далее. А у нас возникает вторая доверенная, третья сторона. У нас же первой доверили все, что угодно. А вторая доверенная сторона, ее роль, как будет воздействовать на электронный документ, вот это надо сделать. Хорошо, спасибо большое. Поблагодарим выступающего.